Объясняем, чем отличается догма от стереотипа. А то в диспутах на темы, связанные с религией, часто догмой называют умозаключение, которое догмой не является, и вместо религии начинается обсуждение непонятно чего. Догма, она же догмат. Это принимаемое на веру утверждение, аналог аксиомы в математике. Система догматов составляет основу религиозного вероучения и изучается в рамках предмета основное, оно же догматическое богословие. И только догматы в религии принимаются на веру без доказательства. Все остальное подвергается критическому анализу на основе логики объективной реальности и принятых на веру религиозных догм. Например, не является христианскими догмами отрицание эволюции, происхождение людей от Адама и Евы, всемирный потоп. А вот смерть Иисуса Христа на кресте и его воскресение христианской догмой является. В других религиях другие догмы. Не все, что в Библии написано, является христианскими догмами. Но все христианские догмы ссылаются на Библию. И тем более не является христианскими догмами, политические и экономические интересы церковных иерархов, решение епархиальной комиссии, частное богословское мнение какого-нибудь святого с иконы, а также бред и кринж, которые можно услышать от священников и прихожан в православных храмах. Если что-то звучит из каждого православного утюга, но догмой не является, то это уже стереотип, с которым можно не соглашаться, оставаясь своей религией. Стереотип – это заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении. Догмы направляют религиозную мысль в правильном направлении и отсекают мнения, не соответствующие своей религии и этим полезные, а стереотипы отвлекают и запутывают этим вредны. На догмы можно и нужно ссылаться для аргументации точки зрения. Например, в диалоге христианина и мусульманина про личность Иисуса Христа можно бесконечно долго обмениваться цитатами из Библии и Корана и умными мыслями древних мудрецов, и только еще больше запутаться. А можно кратко и ясно сослаться на религиозные догмы о том, что по христианской вере Бог един по природе, но существует в троех ипостасях – Отец, Сын и Святой Дух. Святой Дух вечно исходит от Отца, Сын вечно рождается от Отца, как от Солнца вечно исходит свет и рождается тепло. Весущ Христе ипостася Сын, которая не имеет ничего общего с языческими детьми, богов от людей, соединилась с человеческой природой, не слитно, не раздельно, не разлучно. Это догматическое отличие христианства от ислама. Кратко и ясно, удобно и политкорректно. А вот на стереотип в качестве аргументации сослаться нельзя, наоборот, стереотип надо защищать, чтобы не попасть под гнев толпы верующих и церковного начальства. А стереотип может противоречить догмам, научным данным, здравому смыслу и другим стереотипам. Приходится применять демагогию, уход от темы, подмену понятий и уклонение от разговора на неудобные темы и главный аргумент использовать власть и насилие. Типичный пример христианского стереотипа это призыв запретить аборты, потому что аборт это убийство. Подразумевается, что жизнь человека начинается с момента зачатия, как решила комиссия по биоэтике. Но это не догмат. Наоборот, на эту тему есть разные мнения авторитетных богословов древности и современности. Догма может быть и не только религиозная. Например, президент хороший это политическая догма права сной политики, а президент плохой это политическая догма оппозиции. Предполагается, эту догму надо принять на веру и в соответствии с ней строить политическую пропаганду. Ха, как религия. Поэтому политические партии иногда похожи на религиозные секты. Ха-ха-ха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...